11.05 в Кирове. Сегодня среда, и это программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». В студии Светлана Занько. Анна Лапшина. Здравствуйте. Анна Лапшина сегодня, потому что Олег Прохоренко в отпуске. Да, ну, Аня очень хорошо погружена в эту тему, которую мы сегодня берем. Поэтому все состоится как надо. Тема нашего сегодняшнего «Разворота на бизнес» – не славы ради, а дело для «Как бизнес помогал проекту Солнечная Люльченко». Об этом проекте мы много говорили на разных этапах его реализации. И сегодня мы решили сделать большую такую программу, двухчасовая, напоминаю. Она и открыта для ваших звонков 211-101, чтобы разобраться как раз в тонкостях вопросов, участия бизнеса в различных социальных проектах. Но вот на конкретном примере, все-таки на «Солнечной Люльченко», потом еще о другом поговорим. В связи с этим, конечно, у нас в гостях Константин Кропанев, куратор проекта «Солнечная Люльченко», и Анатолий Курбатов, куратор проекта «Красивый Киров». Добрый день, коллеги. И бизнесмены, которые представляют компании, помогающие в данный момент проекту «Солнечная Люльченко». Игорь Панкратов, помощник генерального директора завода «Сельмаш». Добрый день. Добрый день. И Яков Терехов, президент «Ротари-клуб». Добрый день, Яков. Добрый день. Будет у нас еще смена героев в следующем часе, и будут у нас бизнесмены по телефону, те, которые сегодня отсутствуют в Кирове, находятся в разных частях нашей страны. То есть мы постараемся картинку собрать максимально полноценно. Ну, еще раз напомню, 211-101 номер телефона прямого эфира. Для слушателей. Для слушателей. Вы можете сами задавать вопросы участникам нашего сегодняшнего эфира, а мы по ходу движения и вам тоже будем задавать вопросы, слушатели. Итак, нам интересно было спросить с самого начала, как вообще каждый бизнес и каждый человек попадал в этот проект. То есть мы поступенчато пойдем? Поступенчато пойдем. Шаг за шагом. Да, у нас сегодня... Обычно мы, конечно, сразу Константину и Анатолию передаем слово, а сегодня мы сделаем наоборот. Мы пойдем с людей, начнем, которые вот вовлечены были Костей и Толеев, и не только ими, в этот проект. С бизнеса начнем. И обратимся сразу к «Ротари-клубу». «Ротари-клуб» известен тем, что сам инициирует различные проекты социальные и часто участвует. Здесь можно рассказать будет поподробнее, кстати. К Якову Терехову мы обращаемся. Стандартные вопросы будут абсолютно ко всем. Начнем с того, как и когда компания поступила или в вашу организацию поступило предложение об участии в проекте «Солнечная люльчинка». Кто пришел, как обратился, когда это было? Поближе к себе микрофон, пожалуйста. Да. Скорее всего, это произошло следующим образом. «Ротари-клуб» проводит свои традиционные гостиные, куда приглашаются бизнесмены и не только бизнесмены города Кирова, которые рассказывают о себе, о своих благотворительных проектах, о своих полезных проектов для общества, для горожан. И, конечно же, эти презентации не остаются без внимания. Константин тоже презентовал свой проект «Люльчинки». Об этом мы узнали непосредственно. Ну, естественно, еще, кроме того, мы с Константином в дружеских отношениях, в тесных. Поэтому, естественно, знаем, кто чем занимается. Примерно понимаем, кто за что болеет своей душой. То есть мы об этом проекте узнали и узнали где-то, наверное, в прошлом году. Да, Константин? Да, получается. Ну, по большому счету, как раз этот проект «Солнечная люльчинка» ему ровно год жизни. То есть мы его начали реализовывать как раз с летом прошлого года. Это кажется, что времени много прошло, но по большому счету это всего лишь один год. Была презентация на заседании «Ротари-клуба». Сколько участников в вашем клубе? В нашем клубе сейчас участников немного. Порядка десяти человек, но на самом деле у нас большая гостиная. Это порядка ста человек, которые постоянно приходят, слушают, гости, кто приходят, кто слушают, кто вовлекается непосредственно в наши проекты, принимают участие и так далее. То есть на самом деле людей-то больше. Какой была реакция на этот проект, когда Константин его презентовал? Естественно, этот проект всех заинтересовал. Этот проект достаточно актуален, поскольку помочь такому проекту, найти помощь какую-то достаточно сложно, потому что он непростой этот проект. Я правильно понимаю, что это первый был проект такого формата, вот именно на благоустройство направленный? Из тех, которые презентовались на вашей площадке? Да, это проект по благоустройству действительно. Вот из крупных проектов это, пожалуй, самый крупный проект. И более того, этот проект нас на самом деле очень сильно заинтересовал. Вот, и от простого участия, от простого участия вот в мероприятиях по... Ну, в этих же субботниках, ребята сами активно приходили, то есть руководители довольно крупных, известных кировских компаний, допустим, этой же компанией Технополис, то есть они просто руководители приходили, сами собирали мусор, там, сами косили как бы траву, там, еще что-то там. И они помогали не только там руками, но, допустим, Екатерина Савиных, она нам помогала, подкармливала, условно говоря, нас в период тяжелых работ. Ну, то есть устраивала... Да, привозила чай, привозила пирожки, привозила какую-то свою выпечку там. Да, и у нас есть сейчас идеи просто перейти от простого самостоятельного участия в этих субботниках к каким-то более серьезным вещам в качестве помощи. Более системным. То есть на данный момент мы понимаем так, что участники Ротари-клуба сами своими руками помогали благоустраивать эту территорию. Речь не шла о денежных каких-то вливаниях или там не помогали материалами, еще чем-то. Этого не было. Не было, да. Но вы по-прежнему этот вопрос обсуждаете, обдумываете с кем? То есть велико ли вот это ядро заинтересованных людей из Ротари-клуба, которые действительно держат руку на пульсе и думают об этом проекте? Ну, я вам скажу, что все члены Ротари-клуба поддерживают этот проект. И более того, хочу сказать, что... Нет, но они поддерживают, в смысле, молодец, Константин, отлично, давай. Они за идею этого проекта. И мы готовы уже совместно с Константином дальше встречаться и смотреть, что мы можем, чем клуб может помочь реально этому проекту, именно, как вы сказали, действительно, на каком-то системном уровне. На каком-то системном уровне. Мне еще нравится, допустим, я уже года два, наверное, три вот плотно с ребятами общаюсь из Ротари-клуба. Мне нравится их подход к сбору денежных средств. То есть вот они... Так, подожди, подожди. Про сбор денежных средств у нас тут есть... Следующий вопрос. Обязательно мы это скажем. Давай мы сейчас спросим у Сельмаша, у Игоря Панкратова, представителя Сельмаша, как в вашем случае происходило знакомство с этим проектом, так же, когда и кто обращался, и как обсуждали эту историю в компании. Ну, завод Сельмаш пока находится в стадии начальной. Мы пока встретились с Константином, буквально дней 10-15 назад. Мы переговорили по поводу этого проекта, обсудили возможные варианты участия и помощи той, которую мы можем оказать, ну, не только материально, может быть, какая-то техническая, там, людьми. То есть все вот эти варианты. Поэтому мы на данный момент пока находимся в стадии обсуждения. Обозначены примерные даты, когда необходима будет вот эта наша помощь. То есть это где-то сентябрь, да, Константин? Да, то есть есть у нас определенная идея. Если все будет хорошо складываться, то будет помощь нужна Сельмаша, это осень. Потому что, помимо... Одна из самых больших проблем на данном участке – это очистка самого пруда. Сам техника нужна? Получается, да, нам нужна какая-то техника, нам нужны рабочие руки, потому что нет смысла приступать к благоустройству, ну, комплексному благоустройству территории, пока мы не почистим пруд. А вот как раз процесс чистки пруда – это самый сложный процесс, потому что он требует довольно многих согласований. И самое главное, что ни город не несет ответственности за чистоту пруда, а получается, так как река Людченко находится в федеральной собственности, а федералы денег на расчистку пруда дать не готовы. И поэтому тут мы просто продумываем разные варианты, и продумываем, как это можно почистить неким хосспособом. Кстати, тоже интересная такая штука, что мало кто в Кирове знает, что пруды у диорамы, они тоже строились без проекта. То есть их строили в качестве субботников, потому что не было финансирования. То есть они строились в качестве субботников неким хосспособом. То есть просто крупные предприятия решили, что нам в центре города нужны красивая территория, нужны красивые пруды. Выделили технику. Выделили технику. Выделили рабочие руки. Выделили какие-то рабочие руки и сделали это довольно значимо для города Кирова место. Мы сейчас уже видим такой разброс между предложениями, которые поступали к бизнесу от инициативной группы «Солнечные люльчинки». Если к Ротари-клубу обратились год назад, практически на старте проекта, то к Сельмашу пришли спустя год. И вот здесь такой вопрос, может быть, к Анатолию. Толь, скажи, пожалуйста, как вообще принимаются решения, кого нужно привлечь в данный момент? Ну, наверное, исходя из того, что надо. То есть если нужна какая-то строительная техника, то понятно, что обращаемся в строительные организации. Если надо, допустим, что-то связанное с бензином, с какими-то заправками, то обращаемся к тем, кто этим торгует. То есть по мере поступления проблем? Да. Если нужны какие-то печатные продукции или все прочее, соответственно, обращаются к типографии. Да, вот задача есть, вы ее решаете. Да, ну или просто есть какой-то пол регулярных спонсоров, которые готовы на регулярной основе какие-то деньги жертвовать, и просто им сообщают, что есть такой проект, интересный или неинтересный. Вот это очень, вот сейчас можно уже к этому перейти, вопросу по поводу регулярности и нерегулярности. Вот я уже сказала, обращаясь к Якову, что наверняка к представителям Ротари-клуба постоянно обращаются с разными проектами, социальными, благотворительными и благоустроительными. То же самое происходит с Сельмашем, очередь просящих не заканчивается. Как принимаются решения, можно даже уже относительно своей компании сказать просто, как принимаются решения о том, под какой проект подписаться? И что здесь очень интересно, с кем вы это обсуждаете? Выносите ли это на широкое обсуждение со своими сотрудниками? Или это решается владельцами бизнеса? Вот этот механизм очень важен. Давайте вам слово передадим, Яков. У нас все решается с членами клуба, мы обсуждаем, рассматриваем эти проекты. И, конечно же, эти решения, они в определенной мере принимаются интуитивно. То есть, дело в том, что благотворительность или какое-то социальное участие – это такая тема, она же тема некоммерческая. И здесь принимать решения на основании каких-то цифр неправильно. Поэтому решения принимаются с точки зрения полезности, полезности вот этих вот проектов, во-первых, для общества и для клуба в том числе. Чтобы это было полезно и клубу в том числе. То есть, чтобы все вовлеклись и действительно ощутили, что то, что мы все делаем, это действительно необходимо. Например, что полезно клубу, а что не полезно? Смотрите, если речь идет о каких-то конкретных проектах, то есть проекты, которые перешли, так скажем, из прошлого, потому что клубу исполнилось 25 лет, именно клубу «Ротари-Вятка». Вот есть старые проекты, которые к нам перешли, и которые мы поддерживаем, и все в это вовлечены. Это помощь к хоспису, кировский хоспис. То есть мы помогаем кировскому хоспису. Как правило, это приобретение средств гигиены, это подгузники для больных, это какие-то средства офисной техники, какие-то вещи, которые необходимы. Если речь идет о детских домах или каких-то приемниках распределительных, то мы собираем одежду, отвозим одежду. Для детей проводятся мероприятия. То есть мы приглашаем, находим людей, которые могут какие-то, так скажем, для детей... Ну, досуг организовать. Досуг организовать, потому что, да, потому что детям помимо материальных каких-то вещей еще необходимо вовлечение, чтобы с ними общались. Да, ну вот это, Яков, простите, что я вас прерываю, у нас просто сейчас как раз должен быть полуминутный перерыв. Вот то, что вы описываете, это как раз традиционные способы помощи людям, находящихся в сложной ситуации, бизнесам. Традиционные. Вот я, наверное, ни одного предприятия не знаю, кто бы этим ни занимался. Детские дома, дома престарелых, хосписы, подгузники, праздники, но практически каждый. Вы говорите, что они перешли к вам от... То есть это проекты с истории, это традиционно. Есть проекты с истории, есть проекты новые. Вот, а мы поговорим о новых проектах, с чем сейчас приходят, и что вам интересно после короткого перерыва. Ну вот сейчас в перерыве, как раз Игорь Панкратов мне сказал, значит, подгузники неинтересно. А я хотела как раз сказать, что... Нет, подгузники, это правильно, и это хорошо, просто вопрос в том, что потребности-то растут. Потребности растут. Нет, я хотела бы другое сказать, что это традиционные виды помощи, и то, что описал Яков, он описывает традиционную помощь. Все этим занимаются абсолютно, мы к этому призываем. Люди, вот я говорю, у меня в багажнике сейчас мешок лежит с вещами для детского фонда. Это действительно то, что на протяжении поколений мы делаем, еще с советских времен и раньше, да, из старой России. Вот, но сейчас вот интересно, с чем приходят, какие новые проекты. Вы сами сказали, что проект Слюльченко, это было открытие, это было нечто новое, над ним задумались. Поэтому, вот сейчас Сельмаш, я так понимаю, с комментарием Игоря, помогает тоже и детским домам, и праздникам, и домам престарелям, и так далее. А отношения к этому самому проекту у Сельмаша еще не обсудили. Он тяжелый, он большой там, да, например, он благоустроительный. Какой-то выгоды приобретателей, которые вот сейчас там терпят бедствие, практически нет. Они там есть, выгоды приобретателей, все горожане, которые придут на этот пруд, но они, в общем, не страдают сильно, что там пруд, например, не благоустроят. Мне кажется, тут есть еще такая проблема. Если помощь детям, помощь престарелым, помощь людям, которые в сложной жизненной ситуации оказались, они всегда воспринимаются как помощь сильного, слабому, то в отношении благоустроительных проектов есть, ну, не знаю, такая установка, да, там, это должен сделать муниципалитет, областные власти, то есть это должно сделать государство, которое и так сильное, у него есть деньги, почему мы должны делать чужую работу. Ну вот интересно здесь, значит, в связи с этим, все-таки какой-то процент определенный, ты знаешь, что в твоем бизнесе ты все время там закладываешь на то, что ты будешь помогать, потому что к тебе будет приходить, потому что ты бизнес сильный и должен помогать слабым. Когда приходят, вот есть этот процент или нет, кстати, Игорь? Есть на Сельмаш такой процент? Нет такого, да? Потому что в Сбербанке, вот как-то к нам приходил Сбербанк, там есть, и у них очень четкая позиция, вот столько процентов, сейчас не вспомню, идет на благотворительность, и у них очень четко определены направления этой благотворительности – спорт и дети. Все, два направления. Вот если в разных сочетаниях, это спорт и дети, мы знаем там зеленый марафон, который Сбербанк по всей стране проводит, Ну, как бы с другим не приходи, либо это мы будем делать там своими силами. Но все-таки спорт и дети. В случае с проектом, который является благоустроительным, почему вы считаете, сейчас такие проекты, раз уж вы здесь оказались, сейчас такие проекты должны быть бизнесом поддержаны? От чего? Почему, Игорь? Я вообще вот две минутки, полторы, хотел бы вообще сказать. Вот мое отношение к социальному бизнесу и социальной, даже не социальной, а социальной ответственности бизнеса. Оно заключается, вот в первую, там не только том, что мы кому-то помогаем, вот в первую, это в правовом поле, чтобы обязательно работал этот бизнес, платил налоги, что-то делал, ну, то есть сельмаш в этом плане входит в двадцатку. Ну, то есть следующее, это отношение к своим сотрудникам, чтобы ты создал им все необходимые условия, обеспечивал им зарплату, пусть она будет, понятно, что она не такая, как в Москве, но она должна быть достаточной для того, чтобы человек мог жить. И создать условия, там, спорт, нормальная спецодежда, нормальные условия. И третий момент, это вот то, что касается внешнего вот этого периметра, когда ты начинаешь помогать тем каким-то проектам или тем вещам, тем мероприятиям, которые для общества важны. И сельмаш в этом плане у нас, может быть, даже больше, да, помимо детских домов и подгузников, то есть у нас есть такие моменты, когда мы помогаем хоккейной юношеской команде «Олимпия», которая занимается, и ребятам постараемся по мере возможности оказывать определенную помощь. Спорт и дети. Да, ну, то есть мы помогали изданию книги, которая описывает историю Кировской области. То есть один из самых крупных проектов, это вот проект КВН, да, который прославил нашу Кировскую область, и мы заняли чемпионство. То есть это один из... и сейчас этот проект развивается, и в ближайшее время уже как производный от этого проекта будет фестиваль коротметражных фильмов. Что бы кто бы ни говорил о том, что там дороги, там еще что-то, но событийная повестка должна все равно быть, и мы стараемся помогать. И вопрос вот именно с этими общественными территориями, с теми местами, где красиво и хочется погулять, она очень важна сейчас, да, для Кирова. Потому что, ну, вот каждый, вот чуть-чуть погода у нас вес, и все мы бежим там на набережную Грина, чтобы прогуляться, и там весь город, мне кажется. И единственное место, да. Да, единственное место. И из того количества людей, которые там, мы видим, что это востребовано. И с учетом того, что такие места востребованы, необходимы, то есть и мы вот и вступили, ну, как бы и в переговоры о том, что мы готовы оказать определенную помощь, да, в этом. То есть какая она будет там, в каком объеме, в каком качестве, это мы еще, ну, то есть все, но мы готовы. Потому что мы вот и посмотрели часть наших людей-заводчан, которых больше тысячи, они также живут на, ну, на этой же серии, на прилегающей территории. И мы думаем, с учетом того, что наши люди очень на заводе активны, потому что они активны там и в спорте участвуют, и в разных мероприятиях, которые мы проводим, там, и в эстафетах. И я думаю, что мы также их сможем, ну, то есть и сагитировать, я думаю, что и внутренне они максимально поддержат. Но вот что ты говоришь о принятии решения, то есть, да, принятия решения у нас нет такого коллегиального, что мы сели, проголосовали. То есть с учетом того, что наше предприятие, оно хоть и работает на гособоронзакос, оно частное. Естественно, принимает в первую очередь главные акционеры, руководители предприятия. Поэтому вот определить, там, спорт и дети, такого нет, да. Ну, то есть мы стараемся, ну, то есть и генеральный директор принимает решение именно тогда, ну, по воле сердца, или, там, потому что он считает, что это действительно в настоящий момент надо. Потому что если даже вот взять, помимо тех, там, проектов, но там, наш, там, это началось уже давно, то есть там, когда генеральный директор был Александр Анатольевич Чурин, то есть мы тогда уже занимались этими вопросами. И даже некоторые вопросы, которые там правоохранительных органов были, они были связаны, в первую очередь, с тем, что деньги, которые, ну, то есть они пошли, в первую очередь, на зарплаты людям и на обеспечение вот этих вопросов. И когда уже, будучи уже и в правительстве, и к нему обратились за помощью о том, что, ну, вот, мать одного из погибших десантников, которые в 2001, кажется, году погибли, вот, шестой роты, то есть он не, смотря на, ну, то есть и в крупность обращения, все, ну, то есть смог из личных средств выделить эти денежные средства и купить матери погибшего сотрудника. Ну, вот еще раз подтверждается, что все-таки помогаем, в основном, людям, которые в сложной жизненной ситуации находятся. Да, и вот правильно отметил Игорь, что, и Аня сказала, что существует у нас понимание такое, что это должны сделать городские власти. Благостроить, очистить, так далее. Свет, можно маленькую ремарочку? Вот все у нас в жизни немножко циклично. Вот мы сейчас поменяли как раз мостик, заканчиваем, сегодня поедем опять вечером туда, заделать мостик. По всей видимости, вот этот мост, который мы меняем, его сделали как раз работники Сельмаша 40 лет назад. Ага. Это как бы, то есть он делался, опять же, не за счет городских властей, а за счет тех предприятий, которые находятся рядом. И, конечно, когда вот мы сейчас этот проект осуществляем, в первую очередь мы обращаемся именно к тем предприятиям, которые находятся, условно говоря, в зоне доступа. А это же Коммунэнерго, Сельмаш, с просторами разговаривали. Время простора. Они не поучаствовали. Мы с ними ведем переговоры, но там у них немножко иные подходы к выделению денежных средств. Вот это тоже интересно. И не знаю, можно ли озвучить. Почему отказало время простора? Ну, я думаю, лучше, наверное, Толя скажет что-нибудь. Андрей Леонидович Вистенко проводил с ними, общался с ними. Они сказали, что они готовы... Вице-президент торговой промышленной палаты. Они готовы включиться, но им нужен проект, который будет официально. То есть им нужен, условно говоря, проект, который закрывает администрация, который приведет экспертизу, и они готовы поучаствовать хорошей суммой. Но в каких-то вот таких частных ситуациях, инициативах они не участвуют, потому что владелец в время простора самопообразования строитель, очень много занимается строительством, и он считает, что это неправильно. Самодеятельность? Да. Это абсолютно, с точки зрения, как бы, ее надо уважать тоже. Нет, она, безусловно, не имеет места. Мы к этому как раз подойдем. У нас тут есть в запасе как раз такой вопрос, что все-таки приемлемее, да, приходить к активистам и просить деньги, презентовать лично свои проекты, или все-таки иметь некий фонд утвержденных проектов, откорректированных, там, с участием специалистов, которые есть в городе, и в общем доступе, за который голосуют кировчане, куда могут зайти бизнесмены, посмотреть на этот проект, оценить его и поучаствовать. Это проресурсный фонд какой-то. Я хочу отметить, что мы там не занимаемся самодеятельностью. Все делается в рамках концепции, которая была принята, в том числе, при главе администрации города Кирова в марте, да, в апреле месяце, которая будет реализована в какой-то, ну, там, через год, через два, в зависимости от поступления бюджетных средств. Но все делается в рамках этой концепции. То есть никакой самодеятельности там нет сейчас. Прервемся на полторы минуты. Попробуем за это время дозвониться до Юрия Лупова, коммерческого директора компании «Чудо-хлеб». И вот по поводу все-таки сбора денежных средств надо будет еще раз поподробнее поговорить, в том числе и про фонд. Нужен он или не нужен? Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем разговор «Разворот на бизнес». Не слава ради, а дело для «Как бизнес помогал проекту «Солнечная люльчинка». У нас сейчас на связи, правильно я понимаю, да, Юрий Лупов, коммерческий директор компании «Чудо-хлеб». Юрий, добрый день. Генеральный директор. Простите, генеральный директор. Генеральный директор, как там на юге нашей страны погода? Ну, погода относительно неплохая. Наверное, несколько теплее, чем в нашем родном городе Киров. Но Кирова есть свои преимущества. Да, да. Солнце-то у вас там есть хоть? В Ставропольском крае. Да, как раз, да, сейчас вот наблюдаю его именно. Достаточно тепло, но, тем не менее, все равно тянет на родину домой. Хорошо, Юрий, мы вас ждем, а пока зададим свои вопросы. Мы тоже у вас спросим, в какое время и как к вам обратились кураторы проекта «Солнечная люльчинка» с предложением поучаствовать в нем? Ну, мы работаем, наверное, с этими ребятами уже почти год. И, собственно говоря, мы были, наверное, у истоков их инициативы стояли, когда, наверное, все остальные в это слово верили. Но уже изначально было понятно, что проект в хорошем смысле обречен на успех, особенно когда мы наблюдали количество людей, откликнувшихся на данный призыв, помочь, поучаствовать. И мы сами непосредственно, я со своей семьей принимаю участие в субботниках и видим, с каким, наверное, порылом таким откровенным люди участвуют, приходят с семьями. Даже, знаете, пожилые люди, которые трудом перемещаются, передвигаются, да, и те откликнулись. То есть, говорит о том, что людям не все равно, они любят свой город, любят свой район. Но это, на самом деле, важно и здорово. Да, это вот хорошо. Юрий еще депутатом ведь является городским, но мы сейчас к вам как бизнесмену все-таки обращаемся, да. Очень важно нам знать, только ли вы лично участвовали в этом проекте и только ли своими руками, там, и своей семьей. Или компания участвовала деньгами и, например, сотрудники компании знают о том, что компания участвует в благоустройстве этого сквера. Поддерживает проект. Мы привлекали сотрудников нашей компании к участию в этих субботниках. Пока что, может быть, не настолько большое соревнование в плане именно организации этих субботников мы делали, но планируем и впредь поддерживать уже более серьезными вливаниями. И сегодня определенно суммы там мы планируем. Насчет суммы мы здесь тоже с коллегами говорим. Здесь у нас Яков Терехов, Ротари-клуб, Игорь Панкратов, представитель Сельмаша. Есть ли у вашей компании «Чудо-хлеб» определенный процент от вашей прибыли или затрат, от кого вы кладете, или конкретная сумма, которую вы каждый год планируете на такие социальные проекты? Будем максимально честными и откровенными. Наверное, настолько вопрос не стоял конкретно. Но я по приезду в город Киров, обязательно встречусь с активистами, мы проговорим все эти моменты, вопросы. То есть, чем мы могли бы еще быть полезны, какие суммы необходимо сегодня выделить на поддержание данного проекта. А какими вы вообще считаете реальными суммы, когда к вам обращаются с какими-то проектами для бизнеса вашего размера, реальные суммы именно помощи каким-то социальным проектам? Я бы, наверное, не стал так ставить вопрос. Понимаете, обращение бывает самое разное. От частных каких-то до поддержки ветеранских организаций, спортивных клубов. Поэтому, наверное, все индивидуально. То есть, все зависит от обращения, да? Кому и какая помощь? Да, и есть, к сожалению, люди, которые сегодня пытаются этим злоупотреблять, к сожалению, да, это имеет место быть. И не всегда удается распознать таких товарищей. А, и такие тоже приходят. Да, поэтому на сегодняшний день мы стараемся подходить индивидуально. Вот недавно к нам обратились в свидетелье книги о вязком конькобежном спорте. Не хватало определенной суммы. Мы, конечно же, помогли, потому что мы рады за развитие детского спорта, за здоровое поколение вообще в целом, да? За не только физическое его развитие, но и духовное. Поэтому я считаю, что это крайне необходимое. По мере возможности бизнес должен быть участвовать, быть социально ответственным. Юрий, скажите, пожалуйста, а вот участие в таких проектах каким-то образом вы освещаете на страницах своего сайта, в СМИ? То есть это важно, чтобы показать, что у вас социально ответственный бизнес, и вы так-то и так-то участвуете? Или вы делаете это тихо? Ну, периодически, наверное, мы это делаем, но не с целью, ну, кто-то самопиара, а, наверное, с целью, опять же, в хорошем смысле этого слова, заразить и иных участников бизнеса общества, бизнес-процесса заниматься такими вещами. Потому что меценат вообще на Руси, в России, в Царской, оно всегда было, есть и, наверное, будет, да, и сейчас в том числе. Поэтому, к сожалению, не всегда бизнес понимает степень своей ответственности, потому что, развиваясь здесь, на этой территории, да, мы должны сделать эту территорию еще лучше, да, чтобы наши дети оставались здесь, чтобы им хотелось жить в этом замечательном городе, да, им хотелось посещать эти секции, кружки, им хотелось приходить на этот берег Рюченки, уже, наверное, со своим вторым половинком. То есть так, чтобы этот город действительно был для них значим. Да, Юрий, возвращаясь к какой-то прагматизму все-таки, то, что в Российской Федерации отсутствует четкое и понятное законодательство, которое стимулировало бы, там, да, например, льготами налоговыми, вычетами какими-то, участие в таких проектах мешает бизнесу или нет? Вы знаете, если бизнес социально ориентирован, опять же повторюсь, да, и если стоят четкие задачи, и у руководителя, любого собственника есть понимание, его ничего не остановит, поверьте. Да, и вот теперь последний вопрос. Тут уже две ваши ипостаси сойдутся, и депутатство, и ваша бизнес-функция. Как вы считаете, какими должны быть жизнеспособные способы сбора денежных средств, участие бизнесом в городе? У нас есть даже варианты. Но необходимо все-таки создать фонд, условно городской фонд Киров меняется, да, с конкретными проектами в этом фонде, с окрашенными деньгами. То есть туда вот конкретно люди заходят, бизнесмены, видят, что вот такие-то проекты есть в городе, и вот мы туда-то можем вложиться. Или все-таки более жизнеспособное, когда ты знаешь конкретного человека, там, активиста, инициатора проекта. Доверяешь ему. Или группу, да, доверяешь, он приходит, а фондам и чиновникам не доверяешь. Какой-то свой способ можете предложить? Вы знаете, наверное, если нужно найти золотую середину, я все равно считаю, что на сегодняшний день администрации города делается очень много, очень много, да, и депутатский корпус сегодня ориентирован именно, опять же, на развитие города Киров, да, то есть мы видим сегодня реализованные проекты, город действительно преображается, и что самое главное, на сегодняшний день мы также наблюдаем, это диалог власти, бизнеса и тех людей, которые неравнодушны к судьбе города, это те же самые активисты. И я считаю, что вот эта работа в конструктиве сам, она должна проходить исключительно в диалоге между вот этими структурами, потому что одно без другого, я считаю, невозможно. И если оно возможно, то оно будет менее эффективным. Да, это очевидный факт. Все-таки вернемся к сбору денежных средств. Вот фонд или не фонд? Ну, вы знаете, я, честно скажу, до сегодняшнего ваш вопрос как-то, наверное, глобально не задумывался об этом, да, не готов, наверное, сказать, сейчас нужно еще раз изучить ситуацию, то есть насколько сегодня проект, скажем так, жизнеспособен без тех или иных возможных изменений, то есть либо это будет активизм, опять же, давайте возьмем активисты. Ребята, они молодцы, безусловно, да, но когда бизнес, люди в бизнесе, они, ну, отчасти, да, и акруисты и прагматисты, да, присутствуют у них, наверное, скажем так, в основе своей, то они должны понимать, куда складываются деньги, то есть что если эти деньги вложены, то город действительно, да, приобретет что-то, то есть они будут эффективно работать, да, приносить, пусть не в прибыль, да, уже как в этом случае, а именно какую-то людям радость, как мы будем создавать город, город, то есть они должны видеть, куда он вкладывает. Вот, и последний вопрос, Юрий, мы уже выходим, да, вот, да, договорите, вложу фонд и... Да, а неэффективное управление, вот, да, человек, который, естественно, распоряжается, он эти просто деньги задействовал неэффективно. Вроде бы и посыл-то хороший, знаете, есть такое выражение, хороший парень, не профессия, да, вот если он не специалист и не профессионал, то доверить денежные средства, даже каким бы он ни был заряженным на подвиге? Что? Пока доверяем своим. И еще, вы за свою помощь в этих проектах, вот сейчас в городских проектах, от города непосредственно что-то получаете? Ну, вы знаете, мы такой задачи никогда не ставили. Нет, нет, все. Еще раз говорю, есть определенное понимание, и вообще даже вопрос так никогда не стоял, что вот мы сейчас городу дадим, а город нам что-то дадал, мы работаем для людей в первую очередь. Город нам что-то дадал. Я вам скажу так, что в бизнесе, да, в хлебном, да, в хлебопечении, случайных людей не бывает. Если ты сюда пришел исключительно руководством заработать денег, только денег, и больше стоит ничего нет, ты никогда не вырастешь, и бизнес, ну, рано или поздно пройдет на место. Соскучился Юрий Лупов в пародии, не чувствуется. Верно. Юрий, спасибо большое. К сожалению, время нашего часа подходит к концу. Благодарю вас. Генеральный директор компании «Чудо-хлеб» с нами был на связи. Да, благодарю вас. До свидания. Сейчас у нас остается три минуты до завершения первого часа нашего эфира, и все-таки вот какая, посмотрите, интересная история. Вот все, что вы рассказываете, все-таки кажется каким-то несистемным, да, вот непонятным. Как в нашем городе осуществляются проекты, где приоритеты расставляются, а есть ли какое-то совместное принятие решений. Вот вернемся к истории с фондами и к истории с голосованием за проекты. Все-таки наша вот была задача, когда мы собирались с коллегами там несколько лет назад каким-то образом в эту систему привести благотворительность в смысле устройства городской среды, да, потому что понятно было, что это было до ведь программ БКД и комфортная городская среда, до этих программ. Понятно было, что с городом творится что-то неописуемое, сравниваешь с Казанью, плакать хочется. Ну, реально, то есть мы настолько ухались в эту яму, что надо было что-то делать. И наша-то-то была как раз мысль, что должен быть и должна быть эта структура, которая оценивает проекты, через себя пропускает, которая включала бы в себя и специалистов, градостроителей, и финансистов, и активистов, и бизнес, который оценил бы это с точки зрения там выгодно-невыгодно участвовать, и чиновников. Но этого так и не сложилось. И вы сейчас тоже говорите, что проще, вот я знаю Костю, я знаю Толю, я видел это место, у меня там жили эти люди, и вот так это всё происходит. Это вопрос доверия, прежде всего, мне кажется. И всё-таки, но тем не менее, мы видим примеры городов, которые с помощью таких структур развиваются совершенно по-другому. Некоторые развиваются более столетично. Мне кажется, что там в таких городах взаимодействие более тесное, чем у нас. Ну, каких столет? Казань была совсем недавно вообще деревней. Или Тюмень. Или Тюмень, да. Ну, в таких городах, во-первых, денег больше, но мне кажется, что там социальная ответственность, ещё на это влияет взаимодействие между бизнесом и чиновниками. Вот, вот, сейчас, здесь мы подвесим на крючок всех, уйдём на перерыв и продолжим этот разговор в следующем часе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова